Здравствуйте, коллеги. Спасибо вам за то, что остались. Спасибо организаторам за то, что были такие сегодня интересные выступления. Всегда, наверное, интересно выступать после Артема Николаевича. Но я вот хочу сказать несколько слов по поводу технологии блокчейн. Несмотря на то, что мы понимаем, что у нас есть множество проблем и в клинических исследованиях, и в других отраслях, и вот есть технология блокчейн. И много есть тоже скепсиса по поводу нее, потому что люди воспринимают ее как некую волшебную таблетку. На самом деле, многие предыдущие выступающие были правы, что технология – это не волшебная таблетка, это просто один из способов сделать нашу деятельность более эффективной. И знаете, вот я вот считаю, что как показывает история человечества, когда мы идем от пути мастера, который все умел, который мог руками сделать автомобиль, к тому, что все больше и больше то, что можно доверить машине, то, что можно автоматизировать, все это идет именно таким путем. А человеку должен оставаться более творческий труд. То есть человек не должен заниматься всякой мутью, которую можно поручить машине при условии, что машина делает это эффективно. И, как сказал Томас Эдисон, мне тоже вот эта мысль пришла, когда я слушал ваше выступление, про то, что успех – это такой путь от одного поражения до другого. И пока ты этот путь не пройдешь, ты к успеху не придешь. То есть нельзя сказать, что что-то не работает, если ты сидишь на диване и не хочешь это что-то внедрять и вообще протестировать и понять, а будет это работать или нет. Вот есть такой очень известный музыкант Юрий Наумов, он является родоначальником русского блюза, может быть, вы знаете его, и он уникальный, потому что он единственный в мире человек, который играет на девятиструнной гитаре. И когда его спросили о том, а как вы вообще к этому пришли, и как вы вообще дошли до такого создания своего собственного стиля уникального, и он сказал, мой путь – это путь обломов. То есть у него по жизни постоянно был какой-то облом, из-за которого он не смог создать группу, он не смог найти нужных людей. В итоге он создал технологию и делает все сам, человек-оркестр. Это еще раз, я к тому говорю, что потенциал технологии блокчейн, он действительно высокий, но это не волшебная таблетка. И это только один из многих инструментов, наряду с хорошими, извините, пожалуйста, наряду с кайфовыми центрами и так далее, и так далее. Но кайфовых центров, как вы понимаете, на всех не хватает, а исследования проводить надо. Поэтому если мы это все освоим, то это нам поможет быть более конкурентоспособными на мировом рынке. По крайней мере, люди будут видеть то, что мы не сидим на месте, и мы пытаемся внедрять, делаем ошибки, учимся, исправляем. Сама технология, она, конечно, сейчас развивается, она сыровата, но многие вещи, которые на уровне архитектуры есть, они очень интересны. Ну вот, уже было много сказано, поэтому я вот коротко, наверное, освещу. Секундочку. Зачем это вообще все нужно? Но опять же, блокчейн позволяет на уровне архитектуры обеспечить сохранность, неизменность прозрачных данных. Нам не нужен какой-либо доверительный посредник и центр, который за нас бы что-то решал. То есть сама архитектура выстроена таким образом, что доверия к данным больше, и, так сказать, все находятся на равных. Ну вот, собственно, вот эти вот прекрасные кошечка и собачка, они обозначают дружбу и доверие. То есть самая главная ценность этой архитектуры – это доверие. И если мы этого доверия добьемся, это поможет нам более качественно и эффективно работать вместе для достижения лучшего результата. Вот я предлагаю коротко рассмотреть три блока практических преимуществ, которые может дать нам блокчейн в клинических исследованиях. Это упрощение документооборота, распределенное хранение данных и создание смарт-контрактов. Ну, что такое еще раз блокчейн? Это просто алгоритм создания баз данных децентрализованных, когда у многих пользователей сети одновременно появляется, хранится и обрабатывается одна и та же информация, и таким образом это делается на уровне архитектуры, чтобы не было возможности подмены. Так, начнем с упрощения документооборота. Уже много было сказано про фезибилити сегодня. Нам нужно запустить клиническое исследование быстро. Спонсор зачастую не хочет с исследователями обмениваться протоколом без подписания соглашения конфиденциальности. Должны гонять мы бумажки. Что мы можем делать вместо этого? Мы предоставляем врачу и исследователю доступ в сеть. Далее он проходит процедуру аутентификации с помощью почты электронной, мобильного телефона. Вот сейчас у нас, если будет изменение в приказ 1177 Минздрава, то мы сможем использовать так называемую единую систему идентификации и аутентификации. Ну, грубо говоря, госуслуги, да, то есть вам не нужно будет ходить в удостоверяющий центр. Если внесут эти изменения, потому что поправки уже в 323 ФЗ, они как бы прошли, а вот подзаконный акт 1177, он пока еще не поправлен. Можно будет тоже это использовать более эффективно. То есть получил ключ приватный исследователь, подписал внутри блокчейна соглашение, спонсор увидел и в аутентифическом режиме направляет документы. То есть не нужно ждать, не нужно обмениваться документами. Ну, собственно, коротко плюсы. Юридическая сила такой транзакции – это как минимум усиленная неквалифицированная подпись. А в ряде случаев, если там есть сертификация и вот это система, единая система аутентификации, это еще и усиленная квалифицированная подпись. То есть экономим время, повышаем нашу конкретную способность. То есть мы, как СЕРО, можем выиграть больше исследований, и исследователь может получить больше исследований. Значит, соответственно, документы обороты у нас упрощаются, нам не нужно обмениваться никакими документами. Этот принцип мы можем применить и не только на физибилити, но вообще на документы, любые исследования. Когда мы проводим международные многоцентровые исследования, и спонсору нужно во всех странах со всеми СЕРО заключить договоры, те заключают договоры со своими субподрядчиками, заключаем договоры с исследовательскими центрами, с исследователями многочисленными. Все это, соответственно, бумаги, сканы, когда можно все это сделать, идти в блокчейн. Главное, это будет проще. И мы можем, с одной стороны, показать, сделать прозрачную всю структуру наших отношений, потому что я позже об этом скажу, почему для спонсора это важно. А с другой стороны, то, что нужно скрыть, мы можем скрыть созданием доверительных каналов. То есть мы можем взять данные, разделить их на несколько пучков. Часть данных мы в более широкому кругу лиц предоставляем, часть данных мы предоставляем более узкому кругу лиц, создаем доверительные каналы. У нас все версии документов хранятся, нам не нужен какой-то специальный архив. Мы видим актуальные версии, можно проверить и понять, что есть что. Второй блок – это распределенное хранение данных. Что такое распределенное хранение данных? Это хранение данных одновременно на нескольких многочисленных узлах. Причем они хранятся на нескольких узлах. И если на одном узле происходит подмена данных, либо попытка изменить документ, сразу у нас конфликт версий происходит, и нам этот документ система отклоняет. То есть за счет автоматической синхронизации сеть обеспечивает тождественность данных внутри всей сети. И есть просто распределенная система распределенного хранения данных, а есть именно блокчейн-система. Они отличаются тем, что там появляется пункт третий такой – это метаданные. Когда мы можем хранить данные о времени, месте и узле, совершившем эту транзакцию. Это как бы дает нам некий дополнительный бонус, фишечку. То, что мы понимаем, что к данным больше доверия. Они были совершены именно в такой-то момент времени. И если на одном узле слов опять же такая происходит подмена, то мы это сможем увидеть. Соответственно, нам это может помочь при проведении удаленных процедур мониторинга аудита. Ну, уже коллегами много было сказано, что у нас есть еще и GCP, которые подписывают нам регулярные поездки проверяющего в центр, большой объем командировочных расходов до рождания и разработки препарата, потому что мониторинг – это одна из главных, я имею в виду для СРО, одна из главных составляющих расходов. И мы все равно не можем эффективно использовать ресурсы, потому что мы вынуждены мониторировать все центры. Мы равномерно распределяем, то есть ездим везде, все равно эффективно использовать не получается. И проблемы выявляются, как правило, на более поздних стадиях, потому что между мониторинговыми визитами все равно большой промежуток времени, все равно какие-то косяки, и когда мониторы проезжают, все равно уже постфактум они обнаруживают, что либо надо первичную документацию переписывать, либо эти проблемы решить невозможно. В этом плане удаленного мониторинга есть преимущества, мы можем в реальном времени видеть данные, принимать превентивные меры, если у нас один и тот же какая-то одна и та же абракадабра вылезает, мы понимаем, может быть, нам внести изменения в протокол как-то на более раннем стадии. И эти данные мы можем взять и загнать их в систему риск анонитированного мониторинга, то есть как центральный монитор может смотреть, так и может алгоритмическая программа, то есть динамический риск центра исследователя видеть, как кто работает, то есть оперативно реагировать, корректировать мониторинговые планы, прицельно мониторировать то, что нам нужно, и это все будет более эффективно. Ну, да-да-да, все, я заканчиваю, источники данных уже говорили, то есть мы можем электронные всякие документы, электронные истории болезни, и медицинские карты, и DC, и прочее. Я хочу на смарт-контрактах коротко остановиться, вот я сейчас закончу, и, собственно, что это такое, да, это способ, то есть блокчейн, он позволяет делать смарт-контракты, то есть такой способ автоматизировать исполнение обязательств внутри блокчейна, то есть это программный код, который юридический договор, вот, и с помощью этого мы устанавливаем конкретные условия, и смарт-контракт их сам выполняет. То есть вот примеры смарт-контрактов в клинических исследованиях – операционная деятельность, то есть смарт-контракт, он смотрит, как проходит исследование, собирает метрики, сам направляет куэри без участия, там, дейта-менеджера, да, выставляет рейтинг, формирует различные запросы. Если исследование у нас какое-то сложное, там высокий риск причинения вреда жизни и здоровью людей, мы можем на уровне смарт-контракта ограничивать доступ к включению новых пациентов, пока у нас какие-то серьезные проблемы не решатся, такие как, допустим, систематическое отсутствие информированного согласия. И вот последний пункт, я сейчас на нем остановлюсь, это автоматизация платежей в клинических исследованиях, то есть у нас существуют многочисленные структуры выплаты, как у нас исследователи получают деньги, то есть либо напрямую от спонсора, либо через глобальную контрактно-исследовательскую организацию, либо через локальную. В итоге у нас много договоров и некая непрозрачности. Возникает ряд проблем, большой объем договоров, жесткое регулирование, например, в США это Sunshine Act, так называемые, это когда деятельность компаний регулируется, они должны отчитываться, кому они физическим лицам отправляют деньги. Это все должно быть четко и транспарентно. И Federal Corrupt Practices Act тоже, соответственно, противодействие коррупции. То есть они как бы всем этим следят, и это все может помочь именно системам блокчейн. То есть и большое количество кастомизированных платежей, в одном центре много, если пациентов в другом мало, столько визитов в одном центре, в другом меньше. Соответственно, все это нужно высчитывать, и это тоже большой труд, и это можно перевести на, так сказать, электронный оборот. Соответственно, повышается мотивация, меньше ресурсов, автоматизация и прозрачность. Последний слайд, один из последних, это вот, собственно, хотел привести пример работы смарт-контракта, как можно сделать автоматический платеж между исследователем и контрактно-филистской организацией. Подписываем транзакции смарт-контракт, он попадает в блокчейн, далее собираются данные через все эти электронные системы, о которых уже ранее рассказывались. Смарт-контракт по стечению какого-то периода генерирует отчет, что вот такие данные собраны, по каким-то реквизитам столько-то начислено. Смарт-контракт на уровне банка отчет проверяет, если все нормально, банк совершает платеж, после этого банк отчета платежа в блокчейн загоняет все, обязательства исполнены. Соответственно, как это все юридически в России существует? Уже существует система мастер-чейн, которая поддерживается центральным банком. Пока единственная, но на самом деле технологии развиваются, будут, наверное, еще системы. Созданная консорциумом финтех, 14 крупнейших банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и прочие крупные банки. Значит, ее преимущество в том, что она имеет российскую криптографию, то есть это сертифицированная система криптографического шифрования, то есть это означает, что мы можем не просто усиленную неквалифицированную, мы можем классическую усиленную квалифицированную подпись туда загнать, это полностью аналог, собственно, вручной подписи. Соответственно, сейчас она проходит сертификацию, в 2019 году она будет применяться свободно, до 2019 года только 14 крупнейших банков, но, опять же, у нас 14 крупнейших банков, это почти весь банковский сектор работы, я не хочу, что называется. И сейчас Центральный банк готовит поправки, в июле они вступят в силу, планируется в положение 383П о правилах осуществления перевода денежных средств, которые закрепят применение данных технологий, блокчейн и цифровых аккредитивов в совершении платежей. Собственно, хочу сказать спасибо, и надеюсь, что применение данной синхологии поможет как-то нам с вами стать более конкурентоспособными в глазах мирового сообщества и в наших собственных глазах. Более прозрачными для финансового развития. Более прозрачными, да, и, соответственно, если мы с вами будем лучше взаимодействовать, понимать друг друга и не отказываться принимать, наверное, новые вызовы, то, наверное, мы сможем как-то нашу отрасль все-таки поддерживать на плаву. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Роман Васильевич. Спасибо. Я обещал не задавать вопросов, но я не сдержался. Вот реально сдерживаюсь уже долго. Хотел еще Ольге задать его, но она вовремя сказала, что блокчейн – это только технология, а все остальное. Вопрос очень простой. Вот вы говорите о том, что преимущественно является сохранность, неизменность, прозрачность. И мы можем использовать в упрощении документа оборота, распределение и смарт-контрактов, но все-таки почему наши прежние системы, которые CFR Part 11 комплоентны, почему мы должны заменить эти системы на блокчейн? Хороший вопрос. Основная проблема – это недоверие. Недоверие, то есть необходимость валидации или каких-то еще вещей. То есть сама система блокчейна, она когда создавалась, первый пример – это биткоин. Простите, но они все валидированы, и мы можем их использовать по-старому. Зачем нам переход на блокчейн? Вот это мой вопрос. Роман Васильевич, это недоверие регулятора фармкомпании, которая может исследователь подделать ничего в электронные DC, так, чтобы не осталось документального следа, не может. Программисты фармкомпании, которые работают в глубокой теории, это могут сделать. Ну, я еще раз отвечу. У меня ответы были в моей презентации на эту тему. Первое, да, децентрализация предполагает, что подделка усложнится, она, конечно, возможна. Опять же, там атака 51, или там, если у вас там Byzantine Fall Tolerance, вам нужно меньше, чем 51, неважно. Можно, ну, во-первых, это усложнится. Во-вторых, у нас преимущество, мы можем использовать смарт-контракты. То есть до этого никто так не делал. Ни на никаких других системах вы такой смарт-контракт сделать не можете, только в блокчейне. Да, и метаданные, опять же, да. Можно, конечно, метаданные хранить, там, лог, аудит-лог, все. Но, опять же, да, прекрасно. Но это как бы просто более защищенное. Но вот именно основная инновация – это смарт-контракты. То есть делать вещи не руками, а делать ее машиной. Вот и все. Больше ничего нового. Спасибо большое. Петр, спасибо большое. Дмитрий Крючков, контрактная исследовательская организация X7SEO. Я, может быть, перефразирую вопрос Романа. Скажите конкретно для вашей компании, какие условия должны быть соблюдены, чтобы вы стали использовать эту технологию? Потому что мы все слышим про преимущества, мы все их, наверное, понимаем, но ВОЗ и ныне там, кроме работы Константина, который, в общем-то, уже близок. Ну, на самом деле мы занимаемся разработкой систем, в этом направлении движемся. И то, что там было на слайдах, в этом направлении работа идет, и мы тестовые продукты имеем, просто уже времени нет об этом разговаривать. Какие основные преимущества? Для чего нужно? Нужна гибкость. Нужно, чтобы наши исследовательские центры, наши исследователи понимали необходимость этой всей ерунды. И в этом во всем участвовали. Потому что если будет там три центра в России участвовать в этом во всем, наверное, никому это не будет интересно. А если это будет действительно такая... У нас вообще есть указ президента о развитии цифровой экономики, и два законопроекта у нас принимаются в октябре-ноябре в этом направлении, то есть в том числе легализация смарт-контрактов. Я не буду на этом останавливаться, кто хочет, может посмотреть. Смысл в том, что, чтобы это все работало, нужно, чтобы критическая масса была какая-то, исследовательских центров, контрактных исследовательских организаций, чтобы это была экосистема. То есть если одно СРО выйдет и скажет, о, круто как, да, иди все ко мне, это не сработает. Нужно, чтобы СРО понимали, что вот так вот надо друг с другом лучше не конкурировать в этом отношении, а сотрудничать, и это будет плюс большой для России, потому что, ну, политический фактор никто не отменял. Шаг влево, шаг вправо, нас во всем обвинили опять. То есть в этом плане плюс. Можно я добавлю? Вот с моей точки зрения, я полностью согласна с Романом, на самом деле, блокчейн – это такая модная технология, которая еще должна себя, в общем, доказать, да, проявить. Я уверена, что ее надо, наверное, в финансовых, в контрактных системах, это я не знаю, банки, но про клинические исследования, с моей точки зрения, если используются уже электронные системы, например, используется EDC, но никто не будет подделывать там данные, это не тот уровень, там никто не украдет миллионы, то есть EDC – совершенно надежная система, нормальная, и там практически исключена фальсификация. Это нужно действительно вступить в какой-то сговор с провайдером, значит, спонсором, центром. Можно я вас перебью немножечко? Основная моя мысль была в том, что она позволяет использовать такую инновацию, как смарт-контракты, и делать удаленные вещи, которые мы не можем делать. И это можно делать путем там подключения новых участников, потому что, когда вы делаете свой EDC, у вас свой TMP, у вас айтишники будут месяц переговариваться о том, как они создадут шину, чтобы из одной системы выгрузить данную на другую. Коллеги, спасибо. Дальнейшее продолжение в кулуарах. И последнее, что может быть для клинических исследований действительно нужно переводить на блокчейн, это audit trail. Если он будет, вот этот элемент, то это будет сверхнадежная система. Но я хочу сказать, что ничто не заменит хорошо работающую электронную систему в какой-то компании. Ее лучше не трогать. Она уже проверена временем, и лучше не бежать за новыми технологиями. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое. Все, да. Спасибо. 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 Спасибо.